И в продолжении культурной темы. 18-й Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в Тверской области. Вместе с художественным руководителем Надеждой Бабкиной на разных площадках Верхневолжья выступят 48 местных самодеятельных и профессиональных творческих коллективов. На пресс-конференции, которая открыла фестивальный марафон, побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Фестиваль «Песни России» — уникальный и масштабный проект. Его главная цель — сохранение культурных традиций нашей страны. По инициативе автора и художественного руководителя проекта Надежды Бабкиной, фестиваль-марафон «Песни России» проходит уже 18-й раз. Это культурно-политическая акция, фестиваль-марафон «Песни России». И акция эта не в масштабе региона, а в масштабе страны. И она направлена именно на сохранение нравственности, духовности, на традициях духовно-нравственных ценностей, на то самое чувство патриотизма, а это значит любви к своей стране, к своему дому. Надежда Бабкина уверена, что несмотря на разницу настроений в обществе, людям нужно объединиться. Фестиваль является живым доказательством того, как разные народы России вместе выступают на одной сцене слаженно и дружно. Он консолидирует все наше население, нашей страны, яркое, многонациональное, потому что в каждом регионе, хотим мы этого или нет, живет все равно энное количество разных людей, разных национальностей, у которых есть свои традиции, свои обычаи. Участие в марафоне принимает профессиональные коллективы из разных уголков нашей страны. Хоровые, танцевальные, народные и художественные самодеятельности. Так жители Верхневолжья увидят выступление Государственного театра, фольклорной песни и танца «Айкай» из Удмуртии. На мне национальный костюм удмуртской девушки, невесты. Начнем с головного убора. Это айшон, высокий такой головной убор. На мне платье. Сверху вот такой зипон. Это все домотканное, все тканное, все натуральное ткань. Фартук такой тоже тканый. Ну и, конечно, наши достоинства – это наши серебряные монисты, которые передаются из поколения в поколение. Участвуют в фестивале не только профессиональные коллективы, но и самодеятельные коллективы Тверской области. Как отметили участники пресс-конференции, фестиваль помогает людям глубже познакомиться с культурой страны и ее многочисленных народов. Особенностью фестиваля является тот факт, что в нем приняло участие более пяти тысяч лучших коллективов художественной самодеятельности. Во всех, без исключения, субъектах Российской Федерации, где как раз-таки наш фестиваль шагал и шагал и продолжает шагать с большим успехом. К слову, солист ансамбля театра Надежды Бабкиной «Русская песня» Павел Орламов – уроженец Тверской области. Он родом из Торжка. Павел также выступит на фестивале. Меня окутывает чувство радости и благодарности за нашу Тверскую область, что жители Тверской области прикоснутся к этому замечательному фестивалю, что я надеюсь, что после вот этого фестиваля будет всплеск народной культуры. Первый концерт Тверской области пройдет в селе Тургиново. Также фестиваль посетит Торжок, Кашин, Старицу, Вышний Волочок, Кимры, Ржев, Бежец, Конакова и Тверь. А за полчаса до концертов прямо на площадках будут устраиваться флешмобы в народных костюмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова